На связи Александр, команда Николая Сомсикова, агентство недвижимости «Титул». Друзья, сегодня мы находимся в Краснодарском крае, в городе Кореновск, на улице Нестеровская, 4. И будем изучать дом шикарный, просто мы сейчас на террасе, я нахожусь, просто кайфую. Шикарный дом, 135 квадратных метров, плюс еще один гостевой дом, площадью 40 квадратных метров, расположенный на земельном участке в 12 соток. Дома, дома точнее, большие, интересные, капитальные. Я уже по кругу, везде, по участку, вокруг дома полностью обходил, посмотрел, все прям шикарно. Участок полностью облагорожен, много хвойных декоративных растений, туи, цветы, розы, плюс сад с плодовыми деревьями. Ну и в доме будет большой коридор, где поместится большой шкаф-купе, далее три светлые большие изолированные комнаты, совмещенный санузел, который полностью в плитке и где установлена уже вся сантехника. Далее гостиная, тоже немаленькая, зайдем, посмотрим, сами во всем убедитесь. И далее кухня-столовая с выходом, куда, конечно, вот на такую вот замечательную и красивую террасу и на ваш земельный участок. Плюс мангальная зона, где установлен мангал, тандыр, все сделано прям, чтобы жить в свое удовольствие. Помимо вот этого дома, который 135 квадратных метров и рядом стоит гостевой дом, он тоже с отоплением. Кстати, там будет большая гостиная. Установлен стоит, точнее, камин, где, допустим, в зимние и холодные вечера подкинуть дровишек огонь. Будет прям шикарный, будет свет огня, как говорится, души греть. Ну, помимо камина на отоплении еще, понятное дело, батареи отопления идут. И далее в этом гостевом доме будет баня. Прям хорошая, качественная, полноценная баня. Баня, далее душевая и, соответственно, санузел. Плюс на земельном участке есть гараж, есть навес большой. Далее еще один навес, где вы можете смело оставлять в своем автомобиле. Либо можете оставить на преддомовой территории. Здесь тихий, спокойный район, никто, как говорится, не тронет. Друзья, ниже под видео будет указан, продублирован точный адрес домовладения, стоимость домовладения. Ну и, конечно же, номер телефона собственника. Вдруг по каким-либо причинам собственнику не удастся взять трубочку, не удастся взять телефон. То ниже под видео будет указан номер телефона нашего менеджера. Смело можете позвонить и как раз-таки все позадавать вопросы. Ну а так, друзья, начинаем изучать объект недвижимости с преддомовой территории. Дорогие друзья, начинаем изучать домовладения с преддомовой территории. Сразу хотелось бы показать дорогу, где он будет асфальтирован. Можно подъехать как в этом направлении. Тихая совершенно улица, как я и сказал, спальный район. Классное место. Можно проехать и в том направлении, также по асфальтированной дороге. Хотелось бы обозначить границы участка. Получается, с левой стороны, смотрите, идут кирпичные столбы, металлические колпаки, евроштокетник. На вот этих воротах участок не заканчивается, друзья. А идем далее. Давайте вот так пройдем. Смотрите, вот как раз-таки вот с этого столба начинаются границы участка с левой стороны. Сейчас я вам покажу весь размах. Ну, участок, фасад большой, фасад широкий. Еще раз посмотрим дорогу к дому и двор. Давайте начнем. Здесь, получается, будет вот такая арка кирпичная, ворота с электроприводом. Ну, можно еще поднять и вручную, как говорится. Далее заезд здесь вымощен плиткой. Здесь придомовая территория облагорожена, газонная трава растет. Я даже, давайте подойду к забору, покажу. Ну, смотрится прям просто бомбически. Ну, дом классный, участок классный. Район прям шикарнейший. Шикарнейший. Давайте далее пройдем, как в стонародье уксусное дерево, да, называется тоже гармонично смотрится. Ворота на въезд, они распашные. Смотрите, какие широкие ворота. Далее есть свет. Раз, два, три, четыре. На столбах включается плюс калитка. Далее дом огромный просто, который мы с вами будем изучать. Рядом еще будет второй дом, тоже жилой абсолютно. Но сейчас пока на придомовой территории мы с вами посмотрим, собственно, вот как раз-таки на столбе. На этом и заканчиваются границы участка. И давайте посмотрим еще весь размах. Красота. Давайте будем заходить во двор. Тоже все чистенько облагорожено. Хорошо. Калитка открывается во двор. Давайте открываем и заходим. Дом с фасада. Центральный вход. Дом полностью в плитке. Смотрите, с левой стороны, сейчас я обозначу, еще один дом. Он 40 квадратных метров, также с отоплением. Туда с вами пройдем, посмотрим. Плюс везде газонная трава, декоративные растения прям гармонируют тут. Ну, кто хочет жить на юге, заехать в дом и вообще не париться про ремонт, то, пожалуйста, вот этот вариант прям для вас. Далее давайте пройдем. Я хочу сначала с правой стороны начать. Ну, так будет удобнее, чтобы вы посмотрели. Еще раз давайте. Центральный вход, крыльцо полностью в плитке. Тут вот такая терраса, она под общей кровлей находится. Большие окна. Окна хорошие, двухкамерные, прям теплые-теплые. Далее с вами пройдем. От соседей, получается, с правой стороны мы с вами встанем, посмотрим. И смотрите, какая красота. Электричество, газ, вода, скважина, что немаловажно. Кстати, поливать газон и деревья, это прям очень хорошо. Дерево и сирени с правой стороны. Давайте еще фасад посмотрим. Я думаю, через центральный вход мы с вами будем заходить. Заходить потом в дом. Но пока давайте мы вот так с вами пройдем, полюбуемся. Весь двор вымощен тротуарной плиткой. Причем нигде ни травинки, ничего нет. Вот так вот. И он, кстати, сделан с уклона. Большой капитальный навес. Сверху поликарбонат. Поликарбонат прям тоже хороший. Он идет в сантиметровый. Нигде от града, ничего, никаких сколов нигде нет. Уже ходил, везде смотрел. Давайте еще раз представим. Центральный вход, дом. И с левой стороны еще гостевой. Гостевой. Полноценный дом, друзья. Ну а тут такая красота. Смотрите, тоже самое. Газонная трава. Сейчас мы с вами посмотрим все. Поизучаем и хвойные, и декоративные деревья. Далее давайте пройдем. А давайте мы с вами обойдем, я думаю, дом по кругу. А потом вернемся как раз таки вот сюда. Вот здесь во второй домик. Здесь зона отдыха. Прям шикарное место. Далее развернем камеру. Обязательно вернемся и посмотрим. Но хочу пройти просто по кругу и показать. Давайте вот так вот мы сейчас с вами выйдем. Еще одна терраса. Тоже прям классно смотрится. И посмотрим. Заехали вы автомобиль. Либо оставили здесь под навесом. Либо далее еще будет один навес. Можете там оставить. И здесь второй выход. Выход на ваш земельный участок, который полностью ухожен. Полностью он облагорожен. Давайте я вот так вот террасу вам покажу. Деревянные перила тоже смотрятся прям классно. Здесь крыльцо полностью плиткой. Освещение есть. Дверь. Это как раз таки с кухни, гостиной. И с левой стороны внимание обращу. Металлическая шпалевра. Виноград. Далее пройдем. Каминная зона. Смотрите. Там дыр. Все вот так вот облагорожено. Красота. Просто собственники строили для себя. Прям сделали прям конфетку. А не дом. Честно сказать. Вот так вот хожу. Смотрю. Прям красотища. И далее просмотрим. С террасы, допустим, с дома вы вышли. Вышли на земельный участок. И вот так раз таки перед вами будет вот такая красота. Всегда тут на Кубани, как говорится, трава. Особенно газонная трава растет всегда. Единственное. Зимой ее косить толком не надо. А так вообще красотища. Просто давайте вот так еще полюбуемся. Плюс сад с плодовыми деревьями. Вишня, черешня, слива прям медовая. Груши, яблони. Здесь все есть. Ну и конечно же вот белевая веревка тоже есть. Вот по вот такой тротуарной дорожке мы с вами пройдем по земельному участку. Уличный туалет. Без него тоже никак в своем доме. Давайте вот так камеру развернем. Посмотрим плодовые деревья. Здесь получается от меня уже с левой стороны остались они плодовые деревья. И также с правой стороны. Ну и тут сливы. Вот сливы, вишня, черешня. И вот здесь газонная трава. Тоже красота. Смотрится прям хорошо. Зона отдыха для детей. Здесь где есть разгуляться. Плюс везде есть полив земельного участка. Тут как раз таки будет находиться скважина. И полив здесь земельного участка. Там дальше тоже выходы есть. Смотрится прям все хорошо. Сделано грамотно. Сделано, как говорится, на сове сделано для себя. И вот так давайте посмотрим. Ну красота. Действительно. Дальше давайте пройдем. Прям по траве ходишь газонный. Как-то прям нет. А непривычно. Аж разуться хочется. Далее давайте пройдем. Дом вообще прям капитальный. По дому замечаний, нареканий никаких нет. Давайте еще раз мы с вами на террасу зайдем. Точнее посмотрим. Смотрите, терраса. Хорошее прям ухоженное место. Есть где отдохнуть. В летнее время провести время. Плюс освещение. А на террасе есть все подшито. И вот такой будет у вас вид. Ну красота. Не правда ли, да? Там вы с дома можете выйти и любоваться. Далее давайте с вами пройдем. Вернемся мы с вами практически в начало. Так же пройдем тоже. Ну все красиво сделано. Красиво, качественно и по самым современным технологиям строительства. И далее пройдем мы. Вот этот дом. Он тут практически 40 квадратных метров. Плюс более того, как я и говорил, здесь будет каминная зона. Баня тоже туда зайдем. Я думаю, сейчас сразу мы и посмотрим. Смотрите, вот такой большой витраж. Здесь дверь штульповая. Левая сторона открывается. Правая открывается, чтобы у вас был панорамный, как говорится, вид и выход. Свет включается. И вот здесь, напротив этого дома, тоже такая же красотища. Я думаю, внимание обратили, как здесь тихо. Тихо, хорошо, спокойно. И давайте мы вот так вот еще. Давайте попозже туда зайдем. А здесь по вот этой террасе пройдем, которая полностью в плитке. Вот так камеру развернем. Посмотрим, видите, все полностью в плитке. Причем вы можете спокойно с этого дома зайти, если дождливая погода будет, в основной дом. Вообще без каких-либо проблем и забот, как говорится. Далее давайте посмотрим. Собственно, с улицы мы с вами, с придомовой территории были. Или где вот такая вот арка, кирпичная ворота с электроприводом. Хотите, можете оставлять свой автомобиль конкретно тут. А можете и на придомовой территории. Все очень хорошо. И давайте вот так вот еще раз посмотрим. Общим видом, общей панорамой. И очень много зелени, честно сказать. Прям очень много. Водосточка везде есть. Все прям сделано грамотно. И давайте покажу сразу. Септик будет находиться вот тут. Он тут практически полупустой. Ну, плюс здесь все, как говорится, уходит в грунт. Много хвойных деревьев. Хвойных, декоративных. Посмотрите, как красиво все цветет. Шикарно просто. Далее давайте пройдем. Если будем идти прямо в гараж, тоже в ворота. Есть и прямо пройдем. Гараж полностью в плитке. Тоже кирпичный. Друзья, про какие-то замечания, трещины по гаражу, по дому. Ну, тут просто и речи быть не может. Тут просто все прям сделано так грамотно, сделано так четко, что остается только просто посмотреть ролик и принять для себя решение покупать. Либо опоздаете. И вот тут купит кто-нибудь другой. Давайте из гаража еще посмотрим. Хорошая будет мастерская. Ну, здесь, как говорится, на Кубани в основном люди ставят машины под навесы. Вот так вот поставили. А здесь в гараже получится хорошая мастерская. Плюс, более того, давайте мы вот так вот с вами пройдем. Еще один навес. Какую-либо технику. В данном случае вот даже квадроцикл можно поставить здесь. Под навесом тоже есть место. Свет включается. Тоже продемонстрируйте. Видите? Все включение. Ну, и вот это все уберут, вывезут. Здесь вообще прям чистое. Когда приехал, ну, прям чистота прям полнейшая. В доме, на земельном участке находиться очень приятно. Прям дальше. Давайте пройдем. Посмотрим. Смотрите. Окна и двери в доме. Здесь на веранде 70-й профиль. Стеклопакет двухкамерный с энергосбережением. Здесь в данном случае раскладка идет золотая. Давайте зайдем как раз таки в этот дом и посмотрим. Открываем и заходим. Смотрите, какая красота. Большое помещение. С левой стороны каминная сторона. Камин полностью действующий, рабочий. Диван поместился. Кресло поместилось. И на дальней стороне кухонная зона. В принципе, система установлена. И вот стол. Я думаю, собственники его туда просто поставили. Обычно он стоит, я думаю, здесь посередине. Как раз таки, когда гости будут. Либо, возможно, у вас семья большая. Здесь также можно поселить гостей. Либо родителей, которые к вам приедут. Место тут прям очень и очень много. Давайте еще раз посмотрим. Мойка. Газовая плита. Да, индукционная вытяжка есть. И с этого ракурса находиться здесь просто одно удовольствие. Пол забетонирован. Сверху тут в данном случае ламинат на систему отопления. Батареи под окном с левой стороны. И где большие окна стоят. Там тоже батареи отопления. Ну, а так, в зимние вечера, если камин зажечь, вообще будет просто шикарно. Давайте еще раз посмотрим. Я говорю, кто хочет жить в хорошем, благоустроенном, капитальном доме, это прям вариант для вас. И далее мы с вами пройдем. Зайдем будет в санузел и баня. Открываем дверь. Смотрите, такой предбанник. Будет он полностью в плитке. С левой стороны от меня будет вход конкретно в туалет. Здесь душевая. Ну, а тут, я уже думаю, догадались. Вход в баню. Баня большая. Сейчас туда с вами пройдем. И здесь топочная. Как раз таки дровишки подкидывать. И давайте мы с бани с вами начнем. Открываем такая стеклянная дверь. Магнеты. И проходим. Давайте вот так посмотрим. Получается, с правой стороны. Вот как раз таки полки есть. Здесь парку поддать. Далее видим все в камне. Сделано прям грамотно. Свет включается. Окно на проветривание тоже есть. Вдруг слишком жарко будет. И здесь тоже давайте посмотрим. Ну, человека 4-5 здесь прям поместится смело. Давайте вот так еще раз глянем. Термометр обязательно. Обязательно без него никак. И еще раз по бане. Ну, баня прям уютная. Уютная, хорошая баня. И давайте выйдем. Внимание обращу, что тут тоже полностью. Пол в плитке. Нигде никаких замечаний тут по плитке. Нигде нет. И прямо пройдем. Душевая. В бане попарились. Вдруг холодной водой сполоснуться вам нужно будет. Открыли дверь. Зашли. Здесь душ. Холодная. Горячая вода. Ну, с бани-то, конечно, лучше холодной водой споласкиваться. Ну, еще даже банные листы тут есть. Давайте еще раз посмотрим. Тоже полностью все в плитке. Ну, а с левой стороны, давайте покажу. Здесь прям такой хороший туалет. Унитаз. И также все полностью в плитке. Свет включается. Давайте мы еще раз посмотрим. С вами здесь как бы предбанник. Далее дом. Ну, в принципе, даже это полноценный дом. Давайте вот так посмотрим. И пойдем далее. Выходим. Красотища какая. Тут прям любоваться. Отдыхать. Красота будет. Ну, друзья, будем заходить. Мы с вами в основной дом. Через центральный вход. Также под навесом пройдем. Можно зайти, собственно, и через другой вход. Через кухню-гостиную выйти. Давайте мы еще раз пройдем. Полюбуемся. Все в плитке. Также внимание обращу, что здесь все сделано грамотно. С уклоном к дождевой воды не будет. Поднимаемся по плитке и пройдем. Видите, такая большая терраса получилась здесь. От террасы мы как раз-таки можем выйти и посмотреть, кто к нам приехал в гости. Ну, и будем заходить через центральный вход в дом. Прямо. Дверь металлическая. Идет деревянная вставка. Давайте еще раз по вот такой террасе посмотрим. Свет включается, подшито все. И заходим в дом. Ну, по обналичке, кстати, это нажимное дело, как говорится, поменять не составит труда. И зайдем. Смотрите, коридор. Далее большая прихожая. С правой стороны выделенная зона для обувницы. Давайте мы сделаем с вами вот так. Пройдем по дому. Такое большое тут пространство. На стенах поклеены обои, потолок двухуровневый, гипсокартон и натяжной полы, плитка. И здесь система теплых полов. И далее давайте по коридору вот так посмотрим. Плюс батарея отопления. Свет включается как на улице, так и здесь в коридоре. Плюс. Вот здесь, кстати, продумано решение. Правильно сделали вот такую нишу. Как раз таки можно поставить шкаф. Либо вот такой вот там, допустим, шкаф-купе поставить. Либо, ну, вешалку повесить. Либо обувницу. По стенам, друзья, тут нареканий никаких нет. По потолкам то же самое. Хороший дом, большой стены и перегородки в доме полностью кирпичные. Ну, это что-то говорит, друзья. Давайте еще раз с этого ракурса посмотрим. В доме находиться прям приятно. Я думаю, пойдем сразу прямо вот такой большой проем. Толщина стен прям, смотрите, очень толстые стены. Именно на несущие и перегородки. И заходим мы с вами в вот такой зал. Зал просто огромный. Два больших окна. Здесь уже, смотрите, пол идет. Здесь ламинат, он идет квадратный. Он прямо вот такой толстенный, сантиметровый. Далее, выделенная зона для телевизора. Как раз повесить тумбочки. Сверху шкаф. Посмотрим еще раз. Диван. Диван, сплит-система. Далее, кресло все установлено. На стенах обои поклеены. И потолок двухуровневый, друзья. Гипсокартон. Вообще шикарно просто. Ну, люстра уже на свое усмотрение. Потом, как говорится, повесите. Давайте еще раз вот так вот мы с вами глянем. Допустим, на диванчике сесть. Прям приятно. И тишина, спокойствие. Один я только-то рахчу, как говорится. И все. И далее давайте посмотрим. Тут окно будет выходить как раз таки. Вот где у вас терраса с фасадной части. Видите, белая раскладка в окнах. Ну, прям шикарно все. А здесь окно как раз таки под навес и во второй дом. Роутер видим здесь на подоконнике. И давайте с этого угла посмотрим. Большие пространства. Прям здесь хоть футбол играй. Ну, на самом деле в таком доме просто жить и находиться одно удовольствие. Далее давайте еще раз посмотрим. По стенам, друзья, еще раз говорю, вообще нареканий никаких нет. Все прям очень хорошо все сделано. И давайте далее пойдем. Первая изолированная комната. Совмещенный санузел. Вторая изолированная комната. Третья. А с левой стороны кухня-столовая с выходом на террасу и на земельный участок. Ну, давайте зайдем в первую дверь. Здесь межкомнатные двери все светлых оттенков. Выполнены все в одном стиле. Единственное, где-то здесь глухое. А здесь уже конкретно матовые стекла вставлены. И далее давайте пройдем. Открываем дверь. И смотрите. Большая комната изолированная. Ну, можно так сказать. Хозяйская спальня. Здесь двухспальная кровать поместилась. Прикроватные тумбочки. Плюс еще дамский столик. Комод. Либо можете шкаф поставить. Либо еще что угодно. Как говорится. А так, площадя большие. На стенах обои, как я сказал, поклеены. Потолок здесь, смотрите, тоже ровненький. Нигде никаких нареканий нет. И покрашен. И давайте с этого угла мы с вами посмотрим. Сейчас я покажу вам. Большой шкаф на дальней стороне поместился. А здесь пол-ламинат. Нареканий никаких нет. Даже вот так, если посмотреть. Я уже ходил везде, смотрел. Все очень даже четко. Большой шкаф. Прям шкаф-купе практически. Он идет до потолка. И давайте вот так в окно посмотрим. Как раз это тоже будет фасадная сторона. Видите? Как раз. Ну, вид, как говорится, с каждого окна. Вид просто бомбический. Давайте еще раз посмотрим. Хорошая комната. Большая. А тут все комнаты большие. И далее давайте пройдем. Опять мы вышли сюда. И далее прямо будет совмещенный санузел. Свет, как положено, включается при входе с левой стороны. Открываем ближе. И включается принудительная вентиляция. И заходим мы в ванную комнату. Огромная ванная. То же самое. Давайте мы сначала посмотрим, что у нас здесь по расположению. Умывальник. Зеркало. Рядом светильники. Далее место как раз таки выделено для стиральной машины. Большая угловая ванна. И, конечно же, унитаз. Все здесь поместилось. Пол плитка. Система теплых полов. Далее мы видим, по стенам идет плитка одного рисунка. Ну, а дальше уже другой. Друзья, по углам везде, по, как говорится, по техническому состоянию. Тут прям все шикарно. И давайте вот так еще раз посмотрим. Ну, красота. И давайте вот так еще раз глянем. С этого ракурса большое помещение. Тут почистили зубы. Розетка есть. Фен куда подсоединить. Бритву. И по ванне тоже вот так глянем. Полотенцесушитель. Ну, и, конечно же, для банных принадлежностей место есть. Хорошее, хорошее санузело. Ну, а тут тоже место как раз таки. Можете здесь что-то и складывать, как говорится. И потолок здесь натяжной, матовый, с точными светильниками. Красота. Далее проходим. Следующая изолированная комната. Спальня. Открываем дверь. Здесь как раз таки солнышко уже в эту сторону прошло. Смотрите, большое помещение. Также пол-ламинат. Сейчас вот так вот покажу вам плавно, чтобы было. Пол-ламинат. На стенах поклеены обои. На самом деле, может быть, камера передаст то, что они темноватые. Нет, они прям такие светленькие. Плюс вкрапления такие серебряные идут. Ну, смотрится прям хорошо. Двуспальная кровать тоже поместилась. Тумбочки вот такие навесные прикроватные поместились. Окно будет выходить на ваш земельный участок. Где в дальнейшем как раз таки виноград будет расти, цвести. И будет образовываться естественная тень. Но на противоположной стороне как раз таки место для телевизора. И давайте еще раз посмотрим. Красота. И с этого угла сейчас. Ну, под каждым окном, друзья. Батарея, отопление. Все установлено. Все как положено. И с этого угла глянем. Ну, друзья, как пространствами распоряжаться, это уже на ваше усмотрение. Давайте как раз посмотрим. О, видите. Красиво. Так, далее. Еще одна у нас изолированная сейчас комната будет. Проходим мы с вами дальше. Разворачиваем камеру и заходим. Ну, как детская комната. Либо вдруг вы на удаленке работаете. Можно тут сделать прям хороший рабочий кабинет. Ну, как детская комната. Прям шикарная будет. Ну, тут и детская и была. На стенах такие веселенькие обои поклеены. Пол ламинат. Также под окном батарея отопления установлено. Хорошее пространство. Здесь светлая комната. И сверху, видите, тоже потолок. Никаких замечаний, нареканий нет. И давайте с этого угла мы с вами посмотрим. Отлично. И тут тоже самое окно будет выходить как раз таки, где у вас терраса и на земельный участок выход. Так, давайте еще раз посмотрим. Хорошо. И проходим дальше. Прямо кухня-столовая. Святая святых, как говорится. Заходим. Прямо огромное помещение. Давайте вот так посмотрим. Сначала кухня-столовая с выходом на ваш земельный участок, на террасу. Здесь полплитка. Смотрите, узоры на плитке. Здесь система теплых полов. Ну, везде, где плитка, еще раз повторюсь, теплые полы. По расположению прям немаленький такой стол поместился. Дальше барная стойка. Она же и кухонная рабочая зона. Она идет прям все заподлицо вровень. Прямо хорошо сделано. Я имею в виду стыков. Нигде вот тут нет. И давайте с этого ракурса посмотрим со стороны двери, которая будет выходить. Ну, вот так вот покажу на террасу и на наш земельный участок. И посмотрим по кухне еще раз. Угловая кухонная зона. Как раз таки гармонично вписался тут и холодильник, и кулер с водой. Далее, вот как место для микроволновки. За этой, вот так вот покажу лучше. Здесь будет двухконтурный газовый котел на систему отопления и подачу горячей воды. Далее, мойка, столешница. Идет фартук полностью в плитке. Розетки на фартуке есть, кстати, немаловажно. Тут место для посудомоечной машины. Плита индукционная, духовой шкаф, вытяжка. Все есть. Жалюзи на окнах тоже, обращу внимание, закрываются. Они тоже в цвет такие, тоже гармонично все сделано. И давайте еще раз вот так посмотрим. Да, вот как раз таки в барной стойке, допустим, тут можете кушать. Семья большая. Либо здесь чай пить, там уже кушать спокойно. Ну, красота, не правда ли? Давайте еще раз посмотрим по кухне. Переделывать тут, ну, ничего не нужно. Абсолютно. Друзья, по мебели, большая часть мебели будет оставаться, прям большая-большая часть, за исключением бытовой техники. Ну, я имею в виду холодильник, там телевизоры, стиральная машина. А так, диваны, стулья, кресла здесь в доме остаются. И давайте еще раз вот так посмотрим. Ну, а потолок, смотрите, люстра. Натяжной потолок и двухуровневый гипсокартон с точными светильниками. Тут все есть. Хорошее помещение. И давайте выйдем, я думаю, на террасу с вами посмотрим. Открываем дверь. И как раз таки погода позволяет. Еще выходим на террасу. На террасе можно тут тоже, как говорится, чаи гонять. И вход в дом. Ну, красота. Давайте еще раз по земельному участку, друзья. Я думаю, будем подводить итоги. Дорогие друзья, поизучали мы с вами данный объект недвижимости. Дом прям классный, дом интересный. Помимо дом, который у нас 135 квадратных метров, плюс еще 40 квадратных метров дополнительно гостевой дом. Приехали к вам гости, родители есть где поселить, чтобы было комфортно жить, как говорится, и вам, и им. Дом полностью со всеми коммуникациями. Капитальный дом полностью из кирпича, колхозника. Скважина на воду в дом и на полив земельного участка, что немаловажно при таком саде с плодовыми деревьями. При таком объеме газонной травы, плюс декоративные деревья, ну, это немаловажно. Плюс тихий, спокойный район, и рядом все хорошие соседи. Ну, красота, друзья. Это просто прям шикарно. Друзья, ниже под видео будет указан, нам указаны наши все социальные странички, наш YouTube-канал, YouTube-канал, наш Telegram-канал, который называется Николай Сомсиков. Если вы еще не подписаны, переходите на него, подписывайтесь, изучайте. Там очень много интересной информации. Как я и сказал, будет указан точный адрес, номер телефона собственника. Напрямую вы сможете позвонить, позадавать все интересующие вас вопросы. Если вдруг по каким-либо причинам собственник, ну, не возьмет трубочку, будет здесь где-то на участке, там, либо в гостевом домике копошиться, как говорится, то ниже под видео будет указан номер телефона менеджера. И сможете позвонить, либо написать голосовое сообщение. Допустим, вы с другого региона, с Дальнего Востока переезжаете. Понятно, разность часовых поясов, то напишите сообщение, либо позвоните, а он сразу потом на следующее утро перезвонит и ответит. Ну, а так, друзья, всем пока.